Ребята, всем привет! Мы на Марафете ли съедем отмечать день рождения нашей мамы, бабушки. Такие мы красивые. Это бабушка. Это жаль номер 6. Ребята, всем привет! Ребята приехали сюда, в Нари. Мы опять здесь, потому что мы были рядом, ходили в ресторан и решили еще прогуляться на прогулочной. В общем, да, ощущение, конечно, как будто ничего не было, никакого вируса. Всего лишь месяц назад мы все сидели на карантине и все сидели и думали, как мы скучаем, как тяжело быть без повседневных прогулок, тусовок всяких, а сейчас народу просто гвалом. Просто вообще, вообще все забыли о том, что был вирус, о том, чтобы было положение такое тяжелое везде по всему миру. Ну, а сейчас люди все гуляют без масок, все тусуются, все целуются, обнимаются, рукопожатие и так далее, и так далее. В общем, надеюсь, что ни второй вспышки не будет, мы все надеемся на это, но пока вот как-то так. Вот это детская площадка, посмотрите, сколько тут народу, неимоверное количество людей, дети все гуляют, а на море еще больше. Ребята, смотрите, что мне предстоит сейчас делать, у нас закончился уже день. Еще один выходной пролетел, и мы сегодня, сейчас я свет зажгу, мы сегодня отметили день рождения. В ресторане я мало что снимала, потому что, ну, как-то так получилось. И по дороге с ресторана мы заехали еще погуляли на этом, около моря там. И все, заезды скачили супер, потому что завтра уже начало новой недели, и мы были там рядом, и я скупились немножко, взяли фрукты. Вот, так что буду сейчас все разбирать, дети уже по местам своим. Так, ребята, пока я все не убрала в холодильник, покажу, что мы купили, такой обзор небольшой. Взяла грибы, буду, вот такие вот грибочки буду делать на неделе, наверное, буду запекать или что-то такое делать с ними. А сейчас в супере появились вот такие штуки. Это у нас, ну, как томатная паста. Вот, взяла попробовать, не знаю, попробуем. Фруктики взяли, помидорки, шерри, черри, шерри. В России говорят черри, у нас говорят шерри. Вот, сливы взяла, авокадо, бананы. В общем, все самое полезное, вкусное. И все-таки, не знаю, ешь, ешь самое полезное, вкусное, а вес никуда не уходит. Он стоит на одном месте. Вот так вот, такие вот у нас покупочки сегодня получились с вишнем. Сейчас я вам покажу. С магазина тоже вроде ничего такая. Еще не мыли, не кушали, попробуем. Все. Смотрите, что мы в супере нашли. Это Женя нашел. Короче, это такой порошок. Его разбавляющее с молоком. И вот такая вот штука получается. Но я лично такие вещи стараюсь не пить. Потому что это очень все калорийно. Вот тут даже значок, что тут повышенное количество сахара. Ну вот Женя взял, говорит, для детей сделаем. Посмотрите, сколько тут калорийно. Офигеть. 370 калорийно. Короче, да. А это Женя мне нашел. Я огромнейший любитель кофе. У нас вот есть такая маленькая кофемашинка. Я обожаю. Я просто фанат кокуса. И Женя мне говорит, смотри, что я нашел. Короче, кофе со вкусом кокоса. И вот-вот-вот-вот-вот еще. Смотрите, что мы тут. Нашли. Женя. Обожаю тоже. Любитель сладкого. Орешки. Помните? Такие орешки мы взяли. Все. Так что... Со сметаной. Немножко сахарка. Сахар не полезен. Так можно умереть. Худым и злым. Немножко иногда неполезные вещи тоже кушать. Поднимает настроение. Тебе ничего не грозит, потому что ты... Потому что я сегодня крутил педали с утра с детьми. 10 километров мы с ними проехали. Туда-сюда наворачивали круги. По нашим... По нашим променаде. Людей было на море куча. Красиво, конечно. Море супер. Люди вышли загорать. Некоторые люди катались... Как называется... Сёрфинг с парусом. Был сёрфинг. На Сапе. У нас на русском как-то название есть. Парусский сёрфинг. Да. Вертолеты летали частные. Люди пошло... Как такая... Прорвало всех. Прорвало. Конечно, все сидели. Нет, не прорвало. Пошли... В разнос. Во все... Во все тяжкие. Да, представляете? Только вот... Вот то, что я вам говорила. На море мы сидели. Только вот закончилась вот эта волна. И буквально вот месяц назад всего, да, были вот такие строжайшие эти вот правила. Из дома не выходить, с теми не встречаться, туда не ходить, сюда не ходить. И тут бабашь, и всё. И люди просто как с цепи сорвались. И... Ну, как бы мало кто понимает, что будет эта эмоцина. Я, конечно, честно сказать, я тоже гуляю, мы тоже ездим, мы тоже что-то делаем, куда-то ходим. Но я стараюсь сильно не контактить с людьми. Допустим, в магазине я стараюсь отходить от людей, где там, ну, пучкование идёт людей. Я тоже. Я если в лифт захожу, и кто-то ещё нажимает на кнопочку, и говорит, не-не-не, я сам поеду. Закрываю и уезжаю. Не, у нас серьёзно так? У нас так делают? Не, мне всё равно пояснилось. Потому что иногда смешно. Ну, смешно не смешно. Не, самое смешное, что когда ты утром стоишь... Олешек супер. И хочешь, ты торопишься, у тебя времени нету, тебе надо с детьми быстро выскочить, отвезти их в садик, в школу. И тут приезжает сосед в таких перчатках, маске. И такой, не-не-не, я поеду сам. Бам, дверь закрылась, ты стоишь и думаешь, блин, чёрт возьми. Целую неделю ждёшь выходные, думаешь, что будешь делать. И выходные пролетают за секунду. Да? И опять сейчас рабочая неделя. Там вся жизнь полетает же. А в жизни есть очень мало выходных. Кстати, считанные, считанные выходные. Если в году 365 дней, 52 недели, 52 выходные. Сколько нам там жить? Очень мало выходных. Нужно ценить, отдыхать. Нет, я тоже так считаю, что выходные нужно по полной, просто вот по полной. Как утром уехал, вечером приехал. Всё. Потому что, когда ты выходной себе разрешаешь, допустим, ну, позавтракал, ну, там, ну, сел, ну, подождал, ну, там, всё, бать, полдня прошло. Ну, ты пока вышел. Ну, мне, вот, допустим, я говорю-говорю, но на самом деле я, мне тяжело. Мне тяжело встать с утра и поехать куда-то. Мне очень тяжело. Я не, как там, я не жаворонок, я сова. Я ложись поздно и просыпаюсь уже. Ребята, пишите мне в комментариях, давайте общаться, пишите, что вам интересно. Может быть, вам что-то интересно, чтобы я вам заснял, заснимала. Может, какие-то особые какие-то пожелания у вас. Пишите, не стесняйтесь, и не стесняйтесь мне ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. И хочу пожелать всем отличной недели, хороших, позитивных эмоций. И такой влог у меня сегодня получился. До скорой встречи. Мы с вами встречаемся в следующий четверг. В следующий выходной у нас, ну, как бы так, сильно планов еще нет. Так что, всего хорошего. Всем пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok